Ну что, господа, дошутились про налог на воздух? Поздравляю! Российские элиты услышали наши мольбы и на полном серьезе заговорили об этом. Анатолий Чубайс на днях предложил ввести такой обязательный сбор, ну там, если честно, речь не о вдыхаемом-выдыхаемом воздухе идет пока, во всяком случае, хотя разговор о налоге на углекислый газ ведется на повышенные выбросы СО2. Если быть точным, сейчас все расскажу. Начинаем! Перевожу сказанное выше на русский язык, а дело в том, что углекислый газ вырабатывается не только человеком или животным. Производство очень большое количество данного вещества в атмосферу выбрасывает, причем любое. Вот Анатолий Борисович и забеспокоился, мол, ребята, это же очень губительно для климата в будущем. В Европах, между прочим, данный вопрос жестко контролируется. Пора и нам обратить на это внимание. Я чувствую. Я всегда чувствую. Теперь, как оно должно работать. По задумке Чубайса, ну я так себе это представляю, законодательно, будет устанавливаться определенная норма по этому самому углекислому газу, а затем проведут замеры на каждом предприятии. В случае, если норма превышена, плати налог господин производитель, ну а с учетом того, что предприятия в России работают чаще всего либо на старом бэушном оборудовании, либо на каком-то недорогом, превышена установленная норма будет практически всегда. Да, значит, платить угольный налог придется с каждой булки хлеба, с каждого гвоздя, со всего, короче, что продается в магазинах, ну а теперь главное. А кто этот налог заплатит, то в конечном итоге угадайте с одного раза правильно. Ты, и вот ты, и я. Блин, вот уже ежедневно нас чем-нибудь дорадует, впрочем, меня-то другое интересует. То, что господа баре налог с нас соберут, я в этом даже не сомневаюсь. А вот куда пойдут собранные деньги, если кто-то мне сейчас скажет, на парке, скверы, лесные массивы, я рассмеюсь прямо в камеру, потому что как у нас заботятся о лесах, мы все прекрасно знаем. Гораздо проще все просто срезать и вот полужульническим путем отправить куда-то, особенно если не контролировать, что это. Поэтому хочу понять, ради чего кармана Борисович печется, ну очевидно же, что не сам он родил эту идею, вообще самодеятельность там, в тех кругах, не очень приветствуется. Лично я больше чем уверен, что господин Чубайс только транслирует мысль в массы, у военных оно еще называется разведкой и боем. Ну да, чтобы посмотреть на реакцию общественности и подумать, что шишки повалятся. Шишкой больше, шишкой меньше, Чубайсу не привыкать, а вот настоящий выгодоприобретатель находится пока в тени. Ну что ж, будем посмотреть, кто в обозримом будущем начнет за экологические протесты активно ратовать того и тапки, хотя нам-то чего с этого. Мы в этой истории просто даись, рыбка большая и маленькая, это реальная журналистика. Поехали! Банкиры придумали новый способ грабить клиентов, блокировать счета и не отдавать людям их деньги. В качестве инструмента используется все тот же антитеррористический закон номер 115, который вообще-то принимался для того, чтобы усложнить жизнь преступникам и откровенным бандитам, но который чаще всего бил по добропорядочным гражданам, главным образом по бизнесменам. Ну тогда банки хотя бы на подозрительную активность ссылались. Часто, мол, переводы делаются и касалось это в основном дебетовых счетов. Теперь, ребятишки, и до вкладчиков начали докапываться. Банки начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада. Об этом пишет деловая пресса со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ. В частности, человек решил перевести накопленную сумму со счета в МСП банке на вклад в МКБ. Кредитная организация потребовала объяснить источник средств и в том числе предоставить выписки из банка, где деньги хранились ранее. Более того, МКБ потребовал предоставить письменное объяснение того, как в дальнейшем будут использованы денежные средства. Вклад, если кто-то не понимает, это когда деньги лежат в банке. То есть они просто лежат там и могут лежать годами. Копишь ты, например, на автомобиль или квартиру. Собралась нужная сумма, пошел снимать, а тебе объясните-ка происхождение денег. Подкрепите это дело бумажками, а ты пять лет копил. Ты же не медой. Часть бумажек тупо не сохранилась. Все, заблокировали твой счет. То же самое может случиться, если ты не сможешь объяснить, на что накопленные средства собираешься потратить. Например, затеял масштабный ремонт или глобальную струйку на даче. Делать это через фирму достаточно дорого, поэтому нередко люди договариваются с шабашниками. Материалы закупают на рынках. Человек не из вредности подобным образом поступает в такие условия. Его жизнь поставила. А какие у шабашников документы? Усы, лапы и хвост. То есть в банке ты подтвердить при таком раскладе свои будущие траты опять не сможешь. Опять рискуешь остаться без денег. Если честно, не врубают, зачем это делается. Понятно, что люди придумают, как выкрутиться. Начнут подделывать документы, например. Появятся целые фирмы, которые этим займутся. Появится опять черный рынок. Черный нал. Как средство братки, которые все это дело решат крышевая. А крышевать, ну и по экономике оно не может не шарахнуть. Опять провалится российская экономика. У меня, вот вы знаете, складывается впечатление, что наши элиты сами заинтересованы, чтоб мы как можно скорее вернулись в тот беспредельный базар из 90-х, когда государство существовало само по себе, ни за что не отвечая граждане. Сами по себе всем этим управлял хаос и жили мы одним днем. А че тогда с колен-то вставали? Ну, вернее, нам 20 лет рассказывали, что мы с них вставали для того, чтобы спустя годы вернуться туда же. Вот, пожалуйста, пример. Банки делают все, чтобы люди отказывались хранить накопления на счетах и легально. В чулке как-то спокойнее. Предприниматели, особенно в небольших населенных пунктах, отказываются работать с безналом. Да реклама уже по ящику катается. Заплати наличными, получи скидку. А давайте посмотрим, как ведут себя те же правоохранители или, скажем, суды. Они тоже делают все, чтобы у гражданина не возникало желания обращаться за справедливостью в эти инстанции. Все, чего можно ждать от полиционера, это дубинкой по почкам. А суд у нас, в принципе, карательная структура. Полностью от нас отгородились и чиновники с депутатами к нам, где не лезьте. Проблемы негров нас не касаются, иначе за неуважение привлечем. У нас реально люди, как какие-то бродячие животные. Уже на них всем наплевать. К помойке прибился, и слава богу, хоть с голоду не сгинешь какое-то время. А что будет дальше? Да мы так далеко не заглядываем. Найти работу любую стало привилегией. Раньше мы руководствовались критериями, какая зарплата. Есть ли возможность карьерного роста? Сейчас чихать, лишь бы платили. Что делать тоже чихать? На фабрике тролли идут работать. Садистами, что разгоняют демонстрантами. Убийцами в ЧВК Вагнер какой-нибудь или... Ну вот еще. Вы собирали подписи на этом подписном листе, правильно? Я понятия не имею. Это фальшивый избирательный... Не избираюсь. Это фальшивый лист для сбора подписи, к которому я не имею никакого отношения. Он изготовлен у другой бумаги. Он не имеет никакого отношения к моей избирательной кампании. Значит, мне неизвестно, делали ли вы это по доброй воле, либо вас обманом втянули в эту историю. Поэтому у меня к вам просьба. Пожалуйста, расскажите все, что вам известно, для того, чтобы мы понимали, что происходит. Кто вам эти листы выдал, зачем, что, собственно, происходило? Ну, выдала Маша. Мы просто встретились... Как зовут Маша еще раз? Маша? Мария. Фамилия? Мария Каледа. Да. Мы встретились в проспекте Мира. Я приехала в Москву. Сегодня? 8 июня сегодня? Вы думаете, такие люди не понимают, что они поступают неправильно? Вот эта женщина, например, она что, дурочка? Ей невдомек, что своими действиями, собирая подписи на поддельные бланки, она пакостит кандидату. Из-за этого человека могут не допустить до участия в выборах. Да все она понимает. Понимает она и то, что могилу роет не столько этому кандидату Яшину, сколько яму, в которую закапывает свое же будущее. Будущее своих детей, возможно, внуков. И тролль это понимает. И чопает с дубинкой на митинге. К сожалению, повторюсь, людей приучили жить одним днем. Сегодня подкинули какую-то копеечку. И ладно, а что произойдет через неделю? Через месяц? Через год вы с ума сошли? Кто об этом вообще помышляет? Господа, вам не кажется, что это уже не просто деградация? Это полная деградация. В животных превращаемся. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху. Больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть, что почитать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.